Попытка номер пять. Будет? Если да, то когда? Продуктивной и результативной. Такой работы ждут избиратели от нового депутатского корпуса города. На сегодня, 23 декабря, одна из фракций инициировала пленарное заседание. Но Горсовет второй день в оточении. Говорим вновь о гранях жизни нового депутатского корпуса. И не потому, что нам не о чем больше говорить. Просто на календаре, действительно, 23 декабря мы впервые имеем возможность принять бюджет Днепропетровска, самостоятельно, не ожидая принятия главного финансового документа страны там, в столице. Почему не принимаем, когда распределим заработанный дополнительно в этом году миллиард? Будет ли взаимопонимание и понимание в депутатском корпусе? Говорим сегодня с лидерами всех фракций, практически всех. Чтобы собрать их в этой студии, мы сделали все возможное. И даже то, что вчера еще казалось невозможным с технической точки зрения. И совсем скоро вы это поймете. Итак, в Горсовете 5 фракций. Представители 4 в нашей студии. Загид Краснов, лидер фракции «Груматька Сыла». Артем Хмельников, лидер фракции «Убъеднание самопомощь». Наталья Начарьян, лидер фракции «Оппозиционный блок». И Александр Сажара, заместитель главы фракции Украинского объединения патриотов «Укроп». Проще говоря, да. Я рада вас приветствовать в этой студии, в этой необычной, ни для нас, ни для вас студии. Я очень признательна за то, что вы нашли возможность сегодня прийти к нам. В этой студии нет только фракции «Блок Петра Порошенко. Солидарность». По словам пресс-службы политсилы, они приняли коллегиальное решение и на наш эфир просто не придут. Начнем с события, которое уже, так сказать, второй день у всех на слуху, которое не может никого не волновать. Это то, что происходит рядом с нами, возле Горсовета. Горсовет второй день в Отечении. Во вторник утром бойцы правого сектора окружили мерию. Как это было? Давайте посмотрим все вместе. Десята ранку. Під головным входом у мерію раптом з'являються люди у камуфляжі. Дехто лишается на улице, інші заходят всередину. Чергуют на всіх входах. Буквально беруть мерію у кільце. Свої обличчя деякі ховають за балаклавами. Але те, що усі є членами правого сектору і приїхали з Дніпро-Цержинська, не приховують. Ну ви знаєте, як все вчера було. Насколько було неспокойно, нехорошо. Все вчера було демократично, неспокойно. Такого не должно быть. Ми охраняемо общественный порядок. Больше ничего. Ми не вмешиваемся в роботу Горсовета. Як видите, люди охраняють входи, але ми не заходимо в зал. Це не наша робота. Бійці кажуть, приїхали спеціально на сесію міської ради. На зауваження, що засідання сьогодні не буде, жартують, поїдуть звідси раніше. Тим часом двері зали засідань наглухо закриті. Депутати пояснюють, вхід цього ранку забили дошками зсередини. А от муніципальна гвардія, що охороняє в'їзд у двір, спокійно розповідає, пустило людей у камуфляжі на свою територію. За наказом керівництва. Мовляв, усі запитання до мера Бориса Філатова. Без пропусків сюди ніхто не заїжджає. Якщо заїжджає навіть машина в такому будь-ка, ми перевіряємо, щоб не було лишніх людей. Ні просто сесіди, вони нічого не роблять. Вони не спрашують, не перевіряють, це не їхній повинності, це повинності наші. По обіді у мерії дають свою версію, чому державну установу оточили бійці. Речник міського голови каже, люди у камуфляжі прийшли наче з екскурсією. Та заразом, аби охороняти громадський порядок. Правий сектор звернувся до міської власті з просьбою посетити Дніпропетровський міський совєт, ознакомитися з роботою мерії. Також вони з'явили життя провести в стінах Дніпропетровського міського совєта школу молодого політика. Готується офіціальний договор між об'єднанням спис, в состав який входять представники правого сектора, а також учасники АТО, об охороні громадського порядку в стінах міського совєту. Ситуацію із тим, що мерію взяли у кільце представники правого сектору, не коментують ані у поліції, ані у прокуратурі. Насереду прес-служба мерії анонсувала гучну заяву від Бориса Філатова, приводу чого не уточнили. В тим пидвечір брифінг скасували. Насереду прес-служба. Глава фракції, но хочу к вам обратиться как к исполняющему обязанності замістителя городського голови. Скажіть, пожалуйста, це действительно школа молодого політика, це екскурсія? Потому що в соцсетях і в інтернете ходить разна інформація. Почому правий сектор? Почому именно Знепродзержинська? Що проїсходить на самом деле? Ну, давайте понимать, що, скоріше всього, це просто какая-то реакція об'щества на проїсходяще в Горсовете. Ми бідели засідання Городського совета, коли депутати проголосували повістку дня. Коли по этой повістці дня почали работать, приняли успішно первый вопрос, приняли успішно второй вопрос. Причем мэр, виставляя повістку дня, сразу предупредил, що четвертый, пятий і остальні вопросы, вони тесно связані з третьим вопросом. Об'ясню, почему. Приймаю кандидатуру секретаря, секретарь потом персонально входит в состав исполнительного комитета, а це був четвертий вопрос. Секретарь не входит в состав комісії, а це следующі вопросы. І, соответственно, немає смыслу розматривати следующі вопросы, якщо не розмотана кандидатура секретаря. Хорошо, почему не вносили, об'єтому ми поговоримо чуть попозже, почему не вносили другие кандидатуры, як це положено по закону о містному самоправліні. Олександр, я вас очень прошу, скажіть, ми говоримо о правом секторе, который дежурит у мэрии. Це действительно просто їх желание? Почему тогда мэр не вышел і не попросив ребятам сказати, що у нас все в порядку, якщо будуть якісь прецеденту, ми готові звати поліцію, щоб поліція приняла якісь меры, якщо будуть прецеденту? Я все-таки закончу. После того, как был рассмотрен третий вопрос повістки дня, мэр сделал перерыв в заседании, сессія прекратила свою работу, после чего, як було обнаружено в каких-то кабинетах, начали печатать бюллетени. Бюллетени, в принципі, печатать невозможно без предварительной процедуры. То есть вопрос выставляется на голосование, после выставления на голосование счетная комиссия начинает работу и идет печатать бюллетени. Если бюллетени печатаются просто где-то в кабинете, я просто увидел это своими глазами, я присутствовал, и тут практически все там же находились, происходит что-то неправильное. И наше общество на это реагирует. Хорошо, почему не вызвать полицию? Ну ведь это наказало ему, да? Печатание бюллетени. Полиция как раз была. Она видела, зафиксировала факт печатания бюллетени. Вопрос к полиции. Я не являюсь полицией. Я понимаю, что в зале находилось очень много активистов. Как активистов, которые поддерживают громадскую ссылку, которые поддерживают оппозиционный блок, которые поддерживают УКРОП. И, соответственно, вот эти активисты, я так понимаю, они начинали писать в Фейсбук, начинали объявлять какие-то мобилизации, мы не будем сейчас персонифицировать. Но очень быстро в здании появилось очень много людей. То есть вы считаете, что правый сектор должен быть сегодня на охране? Нет, я не считаю, что правый сектор. Я считаю, что это общество таким образом реагирует на какие-то попытки беззаконные. Но вы считаете это оправданным, его присутствие сегодня, в том числе во внутреннем дворе горосполкома? Да или нет? Коротко. Я правый сектор сегодня в горосполкоме не видел. Хорошо, что вы показали видео, теперь я понимаю, что во дворе кто-то будет. Наталья, вы считаете оправданным, коротко, да или нет? Присутствие правого сектора? Во-первых, у меня абсолютно другое мнение по поводу прошедшей сессии. Наташенька, давайте о сессии поговорим позже. Сейчас, оправдано или нет? Я считаю, это недопустимо, вмешательство. Я считаю, что общественность имеет право реагировать на беззаконие. Именно Майдан, как реакция общественности, является проявлением общественного негодования, если появляется нарушение закона. Но как охранять правый сектор, наверное, не имеет права. Почему? Потому что есть коммунальное предприятие, муниципальная гвардия, которая способна обеспечить охрану. Ну и полиция, которая сегодня новые функции защищает, в первую очередь у нее такие функции. Загид Геннадьевич, ваше мнение, да или нет? Я считаю, это недопустимо. Для этого есть милиция. Есть у городского совета муниципальной гвардии, которые обязаны эти функции взять на себя. В принципе, это их функциональная обязанность. А это беспредел. Загид Геннадьевич, коли мы с вами уже говорим, не могу не спросить, как чувствует себя Екатерина Збарская. Мы знаем, что в понедельник ей досталось ногами по спине. Как она сегодня себя чувствует? Ну, в принципе, именно такие формирования девушку-депутату ударили ногой по спине, чтобы вытолкнуть ее из сессионного зала. Поэтому дело открытое уголовное дело, которое ведет сегодня Бабушинский район. Как она себя чувствует? Чувствует нормально. Ну и к событиям понедельника, то, что происходило в нашем сессионном зале, я тоже попрошу еще раз показать одно видео. Это видео о том, как произошел взлом серверной системы РАДА. Давайте тоже посмотрим вместе это видео. Вот мы видим, что подходят депутаты к серверной системе РАДА и просто ногами выбивают дверь. Здесь мы видим, что здесь как депутаты городского совета, Камиль Примаков и Михаил Лысенко, так и народный депутат Украины Андрей Денисенко. Вот так вот происходил взлом серверной системы РАДА. Александр, извините, пожалуйста, что вынуждена обратиться к вам, потому что у нас, к сожалению, фракция Блок Петра Порошенко-Солидарность не захотела прийти сегодня на эфир. Не могу спросить, Михаил Лысенко, он вообще глава фракции Укроп, зачем было взламывать эту дверь? Почему не вызвать милицию, если вы считали, что там действительно какие-то нарушения в этой серверной происходят? Почему вот такими варварскими методами делать это было? Как вы считаете? Я понимаю, что вы не участник всего этого. Я не участвовал. Я могу только предположить, что народные депутаты хотели войти в какое-то помещение. Возможно, им кто-то препятствовал войти в это помещение. Хорошо. Вот Екатерина Сбарская вызвала полицию, потому что ей там угрожали. А почему было не вызвать полицию, чтобы открыли дверь в серверную, чтобы можно было в присутствии правоохранительных органов проверить, все ли там в порядке, нет ли там подтасовки, никаких документов и тому подобное? Можно было так поступить? Как вы считаете, Александр? Возможно, можно было поступить так, а возможно, был представитель заммэра, находился, который распоряжается этим зданием, и он не может пройти. Почему он не может пройти? Это второй вопрос. Вы имеете в виду Михаила Лысенко? Он еще исполняет обязанности заместителя городского головы. Возможно, он не может пройти, потому что сломался ключ, сломался замок, сломалось что угодно. Ну, для этого вызывается слесарь, да? Вот если сломался ключ, замок, еще что-то вызывается слесарь, и слесарь помогает, но он не ногами никто, он в жизни не выбивал еще дверь. Я вас слушаю, Загид Геннадьевич. Я хотел бы немножко рассказать более юморную историю. Тот же Михаил Лысенко, который с двумя депутатами Верховной Рады и с руководителем БПП фракции ломал здесь двери, тут же дал комментарий, что его сломал другой человек, Басква Андрей. Давал комментарий. То есть лживо. Заместитель мэра нашего города, руководитель фракции Укроп, патриот, сам ломает двери и тут же обвиняет в этом других людей. Но именно не зная, что идет запись, видеозапись. Эта видеозапись есть в правоохранительных органах, они уже возбудили уголовное дело, и я думаю, что это их дело довести... И ломали сервер для того, чтобы дальше депутаты не могли работать, вырывались туда, ломали двери, чтобы сломать сервер, чтобы дальше не могли депутаты работать и проводить дальше сессионную работу свою. Полина, я хотела бы добавить по этому вопросу. Это очень яркая иллюстрация поведения народных депутатов. Вот если бы с народных депутатов была снята неприкосновенность, и они отвечали по криминальным проваджениям, то есть люди просто сломали имущество, выбили двери. И на сегодняшний день, если бы это сделали вы, или тот же Артем, или я, или господин Санжара, то, наверное, его бы привлекли к ответственности. А так вот эта вот безответственность, понимание того, что все возможно, вот это и ведет к таким ситуациям. Дело в том, что эта ситуация, она повлекла и дальнейшие события, которые были в сессионном зале. То есть непонятные люди назвали какую-то публику, которая пыталась устроить три или четыре раза драку в сессионном зале. Сорвала фактически сессию, сорвала голосование. Ногой въехали женщине в спину. Да, избили девушку. Я вам скажу больше, Наташенька, даже новый закон о местном самоуправлении не позволяет местных депутатов отзывать. То есть новый закон позволяет депутатов местных советов отзывать. Но по законодательству мы можем это сделать только через год. Первый год у них по законодательству тоже иммунитет. Но я прошу вас, давайте мы не будем сегодня давать оценку конкретным людям и конкретным личностям. Для этого есть у нас правоохранительные органы, и они в этом поставят точку. Тем более, что уже возбуждено уголовное дело. А мы идем дальше, потому что время эфира бежит очень стремительно. Загид Геннадьевич, именно ваша фракция сегодня инициировала проведение пленарного заседания. Почему не собрались? Не-не, я прошу прощения, тут немножко, наверное, неправильно. На 28 число поданя дали именно депутаты с ОПО Блока на неочередную сессию, чтобы там рассмотреть ряд вопросов. Безусловно, мы будем... На 28 число. Да, это на понедельник. От вашего заместителя была информация о том, что на 16 и 23 декабря было предложение, инициатива такая, собраться в сессионном зале. Хорошо. Вы готовы были собраться вчера, сразу после понедельника, во вторник? Вы готовы собраться в среду? Вы готовы собраться или только 28? Я хочу просто понимать позицию. Мы не хотим нарушать закон. Мы, как положено, на неочередную сессию придем 28 числа в сессионный зал. Хотя мы знаем сегодня, что мэр нашего города, господин Филатов, пытается в этот день там что-то устроить, для того, чтобы мы не могли попасть. Но, я думаю, не мы, не общественность. Я сегодня призываю нашу общественность тоже, чтобы в таких случаях общественность, как сказал Артем, которая рядом со мной сидит, должна на это реагировать. И, я думаю, мы не дадим в нашем городе строить монархию. То есть, я понимаю, что предложение провести сессию 28 декабря прозвучало от громадской силы и от оппозиционного блока? Нет, от оппозиционного блока. Две недели назад мы вышли с инициативой за подписью одной трети депутатов. Это состав оппозиционного блока, я вам уже говорила. 22 депутата подписали подания на мэра города Бориса Филатова с требованием 28 числа собрать сессию, на которой рассмотреть ряд вопросов. В том числе, избрание секретаря Минской Рады и рассмотрение бюджета финансовых вопросов, которые необходимо рассмотреть в этом году, для того, чтобы город нормально функционировал и нормально работал. И по закону мэр должен рассмотреть и именно 28 числа собрать сессию городского совета. Артем, ваша фракция придет на это заседание? Смотрите, я бы сейчас говорил о несколько иной ситуации. Мы сейчас перемываем историю, которая была в понедельник, ломались двери. Кто-то не помнит прошлого, не достоин будущего. Совершенно верно. Люди друг друга оскорбляли, забегали различные активисты и силы и так далее. Самопомощь в этом ничем не принимала участие. Более того, мы спокойно собрали свои фракции у себя во фракционной. И мы давали лишь юридическую оценку тем событиям, которые происходили. Но мы бы всем силам политическим горсовета на сегодняшний день порекомендовали не заниматься изоблачением виновных, не искать, кто виноват, а сделать просто работу над ошибками. Наверное, было очень много горячих голов в понедельник в сессионном зале. И на сегодняшний день все-таки горсовет – это та структура, которая должна заниматься хозяйственной деятельностью города. Давайте отбрасывать, господа, политику, давайте идти в правовое русло с холодными головами, идти и принимать необходимые для города решения. То есть вы готовы прийти 28 декабря? Что касается 28 числа. Мы будем ходить на все сессии, которые будут инициироваться теми или иными политическими силами. Но здесь есть по 28 числу некая юридическая коллизия, которая не урегулирована. Какая? Дело в том, что одна треть депутатов имеет право инициировать сессию. Сессия на сегодняшний день у нас формально открыта. То есть у нас идет необходимо разделять пленарное заседание, из которого состоит сессия, и инициатива по созыву внеочередной сессии. Вот теперь вопрос. При открытой сессии может ли проходить инициатива о другой сессии или не может? Значит, закон тут однозначно ничего не говорит. К сожалению, этот закон не идеален. В него надо вносить изменения. Фракция «Самопомощь» в парламенте постоянно... Но мы же не можем вечно ждать изменений к закону. Поэтому на сегодняшний день, чтобы не было спекуляции на эту тему, необходимо всем политическим силам собраться на консультации, всем, без исключения, остыть и на консультациях принять решение. Если 28-го пойдут одни, другие не пойдут, начнется опять противостояние. Правый сектор, еще какой-то сектор, еще какие-то организации. Давайте снимать градус напряжения. Друзья, мы должны помнить, у нас в 250 километров от Днепропетровска война. Самое настоящее. Мы должны здесь холодными головами принять решение, что ждет наш город завтра. Артем, вы говорите очень мудрые слова. Я очень надеюсь, что есть возможность. Ведь вы собрались сегодня, лидеры четырех фракций, пожалуйста, вот вы собрались. Что мешает собраться в здании горосполкома всем? Я думаю, что Камиль Примаков тоже, отбросив все амбиции, отбросив какие-то с холодной головой, будет понимать, в какой ситуации сегодня в целом страна и город, и тоже примет участие в этом обсуждении. Как вы думаете, есть ли возможность собраться за круглым столом? Я думаю, что не просто возможность, есть необходимость собираться и договариваться. Потому что никому не нравится, когда кто-то там печатает бюллетени, а кто-то там начинает ломать двери. Никому это не нравится, во-первых, а во-вторых, никому это не надо. Конечно, мы будем садиться, мы будем договариваться, мы будем вырабатывать общие концепции для того, чтобы принимать взвешенные решения. Надо понимать, что мы просто наблюдали за работой партии регионов последние пять лет, и нам методы, которые они декларировали, которые они показывали, они неприемлемы. Поэтому мы думаем, что все должны пересмотреть то, что они делали, как минимум, признать свою ответственность за то, в каком состоянии сегодня находится город, и выработать общие пути решения накопившихся проблем. И тогда, я думаю, все нормально переговоры, все пройдут, и мы достигнем общего компромиссного результата. Александр, мы читали сегодня ваше заявление, но я вам хочу сказать, что за каждым депутатом стоит как минимум 15 тысяч человек. Смотрите, в громадской силе 12 депутатов, за ними... Простите, пожалуйста, 7 депутатов. За ними стоит, как минимум, за каждым из них 15 тысяч человек. В оппозиционном блоке 25 депутатов. За каждым из них тоже стоит, как минимум, избирателей по 15 тысяч на каждого депутата. То есть я понимаю, что есть какие-то тоже амбиции, есть какие-то непонимания. Но мы говорим сейчас о будущем города и том, что нам надо жить завтра. Не только сегодня, но и завтра. Я абсолютно с этим согласен. Единственное, что я поправлю вас по цифрам, ни один депутат более 2,5 тысяч голосов не получил. Соответственно, за каждым депутатом стоит не более... Даже если это два голоса, будем откровенны. Это люди, которые живут в нашем городе. Да, то есть мы понимаем, сколько приблизительно голосов набрала каждая сила. Мы понимаем, сколько голосов набрал мэр. Просто говорить о том, что мэр должен реагировать по щелчку пальцев на документ, вернее, даже не документ, а бумага, которая брошена ему на стол, так не должно происходить. Есть процедуры. И по этим процедурам мы должны работать. И когда мы все поймем, что мы можем работать по процедурам, что мы должны работать по процедурам, чего не наблюдалось ранее, тогда все будет абсолютно нормально. Загидин, да? Я прошу прощения. Я не хотел бы, чтобы люди манипулировали таким понятием, как партии регионов. Указывая на ОПО-блок, что ОПО-блок является продолжением партии регионов. В ОПО-блоке есть депутаты, которые в прошлом созыве были с фронтизмин. Другие депутаты в Укропе есть первыми номерами шли с партии регионов, помощник Царева и тому подобное. Лучше пусть скажут про своих регионалов, если он хочет говорить про регионалов. Или же забыть это и говорить о составе городского совета на сегодняшний день. Поэтому давайте им не манипулировать. Во всех абсолютно районах первыми номерами шли в Укропе именно регионалы. И причем не простые члены партии регионов, а те, которые руководили районными партийными организациями. Давайте забыли больше к этому не возвращаться. Или же персонально обсуждать каждого, кто где, в какой партии есть. Это первое. Второе. Безусловно, мэр не должен по щелчку каждого депутата реагировать, бегать. Но мэр должен вести себя, тем более он себя, если называют демократом, демократично. Любой депутат в городском совете на сессии горсовета имеет право поднимать тот или другой вопрос. И особенно на установочной сессии требовать внести этот вопрос в повестку дня. Но мэр так ничего и никого не хочет слышать. Он ведет себя как монарх. Когда большинство депутатов, не как в законе половина, а большинство депутатов вынес вопрос на голосование после того, как кандидатура, выдвинутая мэром на секретаря городского совета, не набрала определенное количество голосов, мэр демонстративно встает и уходит. То есть он не хочет слушать депутатов. И при этом сегодня говорит, что есть другое подоня. Его нет, другого подоня. Скажите, пожалуйста, от самопомощи вы подписали какое-нибудь подоня на сегодняшний день? Самопомощь не подписывала на сегодняшний день ни подоня ни за одного из кандидатов. Хорошо, я прошу прощения. И вы меня простите, пожалуйста. Я это специально задал вопрос. Запомните это число, это вечер, 23 числа. А на сегодняшний день самопомощь не подписала, я извиняюсь, что я могу так подставить. Вы не подставили. То есть нету второго подоня, который, опять-таки, руководство города, сегодняшняя мэрия, нагло врет и говорит, что есть второе подоня. Без них второго подоня быть не может. Они говорят, что не подписали. Действители оппозиционного блога могут подписать второе подоня. Да, Наталья. Есть только одно подоня, который набрал 33 подписи, при необходимых 32. Мы его подавали в сессионном зале. Мы вчера утром подали его в секретариат тоже, в городского совета. Мы снова заходим не туда. Мы сейчас обсуждаем, правильно или неправильно. Мы даем какие-то оценки, я бы сделал бы всем, всем без исключения политическим силам. В том числе и мы самому. Набраться мудрости. Набраться мудрости, сделать работу над ошибками и выработать механизм совместно, как сделать дальше, выйти правильно из этой ситуации. Почему? Потому что закон на сегодняшний день, вот в тех коллизиях, в тех бесконечных подонях, которые есть от АПБЛОКа, от Громадской силы, от БПП, от УКРОПа, все эти бесконечные коллизии, они приведут к тому, что у нас будет в городе коллапс. Я предлагаю не идти по этому пути, сесть, выработать приемлемую для всех картину. Допустим, это ли проведение сессии, определиться с датой, зайти на это пленарное заседание и пройтись по процедуре. Это самый правильный механизм. Я согласен и не согласен одновременно. Спокойно рассуждать, нейтрально, говорить мудрые слова каждый из нас может. Но если себя держать нейтрально и говорить мудрые слова, но не говорить, где кто беспредельничает, мы с места не извинемся. Наташенька, я обязательно вам подождите. Мы тоже готовы разговаривать спокойно. Вот мы только говорили, я только была уверена, что мы готовы к мудрости и толерантности. Да, мы готовы. Но это должно быть со всех сторон. И при этом мы, если не будем показывать, кто беспредельничает, не сядем мы за круглый стол. Я очень прошу все-таки к мудрости и толерантности. Смотрите, мы говорим о процедурах. Итак, процедурно по законодательству. Я хочу, если это неправильно, что вы меня поправили. Первое подание было от муського головы. Кандидатура не набрала необходимой количество голосов. Далее мае быть подание от депутатского корпуса. Правильно я все понимаю? Может быть. Может быть подание. Если нет подания от депутатского корпуса. Скажите, пожалуйста, не факт, что это подание будет проголосовано, и что эта кандидатура действительно наберет необходимую большую часть? Тогда, я так понимаю, только после того, что эта кандидатура не наберет необходимую количество голосов, тогда мер снова может делать свое подание? Да, я сегодня уже комментировал. То есть количество поданий может быть неограниченное. Депутаты один раз подписались за одного представителя. Они могут выдвинуть всех 64 представителей. Депутат неограничен в количестве подписей, которые он ставит на подания. Соответственно, сейчас есть одно подание. Никто с этим не спорит. И это подание, поскольку оно зашло первым, оно будет, конечно же, поставлено на голосование на ближайшем пленарном заседании. Хорошо, а когда сядете за круглый стол, что можете сказать? Готовы завтра сесть вот так, в таком же составе или хотя бы... Марина, можно не спорить, я извиняюсь, да? Да, Наташинка, простите, да. Вы сегодня в передаче явно оппозиционному блоку слова не даете. Я просто хочу прокомментировать, да, сказанное Александром и Артемом, что на сегодняшний день мы что тут слышим в студии? Мы за все хорошее против всего плохого. А конкретных шагов, как выйти из этой ситуации, мы не слышим. То есть я хочу сказать первое. Не было собрано ни разу согласительный совет в составе всех, фракций, которые присутствуют в городском совете. Ни разу не было такого совещания, это раз. Второе, если мы имеем законное основание требовать от городского головы в двухнедельный срок собрать сессию городского совета, и тут начинаем придираться, что это действительно не сессия, абсолютно право Артема, это третье пленарное заседание. Но когда мы писали это поданья, то мы не могли предположить, что у нас первая сессия не будет закрываться на протяжении месяца. Поэтому это формальные обстоятельства, которые позволяют говорить, а может быть мы не придем. То есть это декларация того, что мы не готовы сегодня менять этот город и принимать на себя ответственность и принимать решение. Это тоже негодно. Наташа, ваша фракция готова взять на себя ответственность и принимать решение? Конечно. Саша, ваша фракция готова взять на себя ответственность и принимать решение собраться за круглым столом всем фракциям? Я думаю, что это необходимо делать. И необходимо делать там... Это уже сегодня необходимо было делать. Конечно. И даже сегодня? Готова сегодня ночью собраться? Надо собираться и надо договариваться. Мы тоже об этом все время говорим. Артем, ваша фракция готова взять на себя ответственность? Первое, мы готовы. Второе, мы призывали... Вот Наталья Начарьян сегодня сказала, что мы не призывали. Мы призывали всех собраться в сессионном зале, когда длительное время не проводилось пленарные заседания этой первой сессии. Пришли единственные мы в сессионный зал, это был позапрошлый понедельник. Что касается вот этих вот ситуаций, пленарное заседание, сессия, инициатива оппозиционного блока. Значит, мы говорим о том, что мы готовы участвовать в любых мероприятиях, связанных, которые будет продвигать город Днепропетровск. То есть вы готовы взять ответственность за будущее? Да, мы готовы прийти в понедельник, если это даст возможность всем собраться там политическим силам и выйти из этого юридического коллапса. Есть юридический коллапс на самом деле. Хорошо, как можем выйти? Вы как юрист, скажите, как мы можем выйти из этого юридического коллапса? У нас два юриста, это Артем и Александр. Можем выйти из этого юридического коллапса? Да, это назначит следующее пленарное заседание, определить повестку дня всеми политическими силами, которая всех устроит, пройтись по этой повестке, и я думаю, что сессия заработает. Хорошо, а это можно сделать в пятницу, допустим? Это можно сделать хоть завтра, хоть на час сегодня, выйдя из этой студии. С вами о помощи не мешает ничего. То есть мы можем таки 28-го собраться? Я почему говорю 28-м числе? Не потому что мне так хочется, а потому что у нас на кону бюджет 2016, и мы единственный город, который, ну не единственный, будем говорить откровенно, но Днепропетровск, мегаполис, это город-миллионник, он без бюджета. И самое страшное в этом не то, что мы будем жить по одной 16-й 2014 года и получать по этой зарплате, а еще и потому, что у нас ПТУ и все средние учебные заведения переданы на баланс города, то есть у них нет вообще финансирования. У них финансирование не по причине бюджета городского, а по причине государственного бюджета. Государственный бюджет не принят на сегодняшний день, и финансирование ПТУ и медицинским учреждениям на сегодняшний день из государственного бюджета не обеспечено. Но даже когда будет обеспечен, мы не сможем ему дать, потому что в прошлом году не было этого. Хорошо, если можно, бюджет должен быть опубликован не менее чем за 20 дней. Говорить сегодня реально, что мы сможем рассмотреть бюджет до Нового года, в принципе невозможно, потому что до Нового года осталось меньше 20 дней. Насколько я знаю, какой-то проект бюджета все же опубликован на сайте городского совета. Как исполняющий обязанности заместителя городского головы, что вы скажете? Это нереально принять этот бюджет? Работает ли финансовое управление над статьями бюджета? Финансовое управление работает, насколько мне известно, но окончательный вариант бюджета, за который будут голосовать депутаты, он не опубликован. Он общественности неизвестен, он общественниками не обсуждался, население города вообще не понимает, что будет написано в этом бюджете. Более того, мы не понимаем, что будет написано в этом бюджете, поскольку только начинаем работать внутри горсовета при большом сопротивлении. Но в любом случае сейчас составляются основные статьи бюджета. Я думаю, он будет опубликован и он будет в максимально короткие сроки вынесен на рассмотрение сессии, но до Нового года это физически сделать невозможно. Я прошу каждую фракцию сказать пару слов о том, что они думают о бюджете 2016 Днепропетровска. Пожалуйста, Сергей Геннадьевич. Бюджет 2016 года уже должен работать, мы должны его обсуждать, как минимум. Он должен приниматься чем раньше, тем лучше, потому что, допустим, у нас есть социальные проекты, которые мы хотели бы включить в бюджет 2016 года. У нас есть надбавки муниципальные, которые мы рассматриваем, у нас готовы проекты, решения, которые мы хотим вынести на сессию, чтобы все наши бюджетники, это учителя, врачи, социальная сфера, чтобы получали надбавки в размере около 600 гривен. То есть этого невозможно сделать, если не будет бюджет принят. Я хотел бы чуть назад тоже вернуться. То, что вы говорили, и то, что мы все тут говорили о круглом столе, круглый стол может создать только мэр города. Но никто из нас тут сидящих просто не может создать. Но вы же можете инициировать. Да мы инициируем это уже давно, но он должен всех нас собрать. И последнее... Хорошо, вы можете вместе собраться и сказать, что вот мы приняли коллегиальное решение, все пять фракций положить на стол мэру. Учитывая, что у нас времени нет, я коротко хочу сделать обращение, сегодня обращаясь к правоохранительным органам. Считайте, что это наше обращение. Кроме этого, у нас завтра от громадской силы пойдет официальное обращение тоже. Мы считаем, необходимым им вмешаться сегодня в ситуации, в которой находится сегодня городской совет. То, что вы показывали в начале нашего эфира, это недопустимо для города Днепропетровска. Когда какие-то непонятные формирования в балаклавах ходят по городскому совету и решают, кого пропускать, кого не пропускать. Когда в сессионном зале не дают депутатам работать, а депутат, женщины бьют ногой по спине. Я считаю, что сессии, которая будет 28 числа, многим депутатам угрожали со стороны от одной партии, что если придете, то у вас то-то или другое. То есть угрожали физические расправы. Эти депутаты могут подтвердить это в правоохранительных органах? Конечно. Мы подадим официальное заявление правоохранительных органов завтра. Мы считаем необходимым, чтобы 28 числа в городском совете были от правоохранительных органов спецподразделения, которые дадут депутатам возможность работать и не бояться за свою жизнь. Скажите, вы считаете принятие бюджета очень важным до Нового года? Или действительно его можно принять после Нового года, но взводы в все статьи? Я не склонен сейчас считать и не хочу врать, что мы, если сейчас завтра встретимся, то до Нового года мы его примем. Но начать нужно было работать над бюджетом еще вчера, сегодня, завтра. Нужно этим работать, а не откладывать на какой-то долгий яшик. У нас остается очень мало времени. Артем, ваше видение бюджета 2016? Из крупных городов. Это сегодня Бропетровский кривой урок, сейчас не приняли бюджет. Я считаю, это не есть проблема по той простой причине, потому что есть 1-12 формула. 1-12 обеспечивает на сегодняшний день, по моему мнению, и это мнение экспертов, практически 100% выплаты в январе месяце 2016 года. Но это выплаты по финансированию 2014 года. Подождите, подождите. В январе месяце произойдут выплаты в полном объеме и бюджетным сферам переживать нечего. С учетом инфляции? С учетом инфляции, совершенно верно. 1-12 позволяет это сделать, потому что это 1-12. Тогда это замечательно. Да, теперь следующий момент. Все города, которые приняли бюджет до декабря месяца, если будет принят тот государственный бюджет, который лежит на сегодняшний день в парламенте, и самопомощь за него голосовать в парламенте не будет, то им придется на 95% переделать свои бюджеты. На 95%. Почему? Потому что будет значительное урезание, будут значительные изменения налогового законодательства. Например, единый налог, планируется практически 50% его секвестировать в государственный бюджет. В то время, как в прошлом году он оставался практически, не практически, он 100% оставался налогом местного совета. И говорить о том, что те бюджеты, которые на сегодняшний день приняты местными советами, это были политические документы, а не продуманные финансовые документы. Сначала нам все-таки необходимо дождаться государственного бюджета, понять, по каким правилам мы будем жить в стране в целом, и после этого принимать городской бюджет. Наташа, вам очень коротко, я очень прошу вас. По нашему мнению, ничего хорошего нас не ждет, если мы будем жить по 1-12, а 14-го года однозначно. При этом, действительно, мы будем настаивать, чтобы этот бюджет 2016 года был исключительно социальным, чтобы мы сохранили бесплатный проезд для льготной категории населения в городском муниципальном транспорте. Мы будем настаивать на тех же выплатах из муниципального бюджета бюджетникам. И, в принципе, мы будем работать по всем социальным программам, которые инициировал оппозиционный блок в свое время в городском совете в 2015 году. Поэтому, конечно же, мы тоже считаем, что нужно дождаться, по большому счету, государственного бюджета, чтобы понять, как будет формироваться доходная часть бюджета, для того, чтобы, естественно, правильно расписать расходную. Но начинать нужно еще вчера, я согласна с предыдущей. Скажите, каковы шансы разблокировать работу? Мы сегодня услышали очень много мудрых мыслей. Каковы шансы от каждого из вас, хочу услышать, разблокировать работу депутатского корпуса города и работать, как вы уже говорили, на развитие города и на ответственность каждого? Каковы шансы? 50 на 50, 90 на 10? Я думаю, есть огромные шансы разблокировать, если все сядут, договорятся. Мы понимаем, что сессию созывает именно мэр или назначает следующее пленарное заседание именно мэр. Поэтому сегодняшнее заявление о том, что 28-го мы будем собираться, это опять-таки передергивание и игнорирование позиции мэра. То есть, когда... Вы можете донести позицию фракции мэру о том, что фракции хотят собраться и вместе с ним собраться за одним столом и разрулить... Да, когда будет достигнуто соглашение, мы готовы со всеми работать. И мы это показали на заседании вчерашнем, когда начали голосовать по всем вопросам. Шансы есть, по-вашему. Конечно. Наташа. Мы готовы работать. Артем. Есть. Загид Геннадьевич. Мы готовы работать, безусловно. И я хотел бы сказать по поводу шансов или же... Тут главное, чтобы никто не тянул одеяло на себя. Одеяло нужно тянуть только на закон. И о законе. И нужно норму закона выполнять. И пока в Горсовете этого не видим. Я очень надеюсь не только на закон, но и на мудрость, взвешенность и ответственность каждого из нас. Загид Краснов, лидер фракции «Громадская сила». Артем Хмельников, лидер фракции «Объеднание самопомощь». Наталья Начарьян, лидер фракции «Оппозиционный блок». И Александр Санжара, заместитель главы фракции Украинского объединения патриотов. Проще укроп. Я очень признательна, что вы нашли время сегодня собраться в этой студии. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что сегодня были с нами. Пусть ваша жизнь всегда будет многогранной, но пусть среди этой многогранной жизни всегда находится место для мудрости и добра. Увидимся!